75-й километр Горьковского шоссе, поворот на Электрогорск. Этот участок дороги всегда был непростым, даже для опытных автомобилистов. В первую очередь участок дороги был опасным из-за поворота налево. В 2013 году здесь произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще 11 пострадало, включая ребенка. Сейчас этот поворот запрещен. Количество ДТП пытались в свое время снизить установкой светофора, но лишь обострил ситуацию. Заезжает на мост, зима, снег идет. Снег еще обрабатывается, дорога обрабатывается. Перед ним включается красный сигнал светофора. Как вы говорите, новичок видит, что у него зеленый, начинает поворачивать. А вот такая большая, видит красный, начинает на тормоз нажимать. И он сгреб 5 и 6 более машин. После этого происшествия решили его включить в желтый миганин. Выезд из города в этом месте сложный, а для неопытных автомобилистов вообще опасный, так как при повороте на Горьковское шоссе отсутствует так называемая разгоночная полоса. Для плавного вхождения в поток на трассе. В настоящее время мы не можем рассматривать отдельный узел, не рассмотрев всю федеральную дорогу. И в плане до 2021 года, до 2021 года, все вот эти развязки развязать, сделать разоротные петли, чтобы водителям было удобно поворачивать. Нужно потерпеть. Для снижения аварийности на этом участке дороги ввели инновацию. Поставили шумовые полосы, которые призваны снизить скорость движения и привлечь внимание водителя. Такие искусственные неровности есть, например, в Германии или в соседней Белоруссии. Проезжая по ним, водитель начинает слышать мелодию. Однако эффект от этой музыкальной полосы оказался слишком впечатляющим. Для того, чтобы наглядно показать, что происходит с пассажирами автомобиля и его подвеской, мы провели эксперимент. Взяли этот стакан и поставили его вот сюда. Многие автомобилисты жалуются, что искусственная неровность на дороге создает серьезный дискомфорт за рулем и портит подвеску автомобиля. Кто-то не следит за своей подвеской. И на этой экспериментальной разметке наверняка может какое-нибудь ДТП случиться. Есть опыт с такими этими, вот с Заногинским постом был. Уже давно так протекует такой. Там такой меленький был. Он предупреждение давал, да, вибрацию, но не такой. А здесь просто как будто по шпалам скачешь. Там вот кто-то неопытный водитель даже, если вот так вот расслабленным будет ехать, там просто напугается и может даже наоборот куда-то скажет, куда я попал. Проблема еще и в том, что чем выше скорость при проезде по шумовой полосе, тем меньше она раздражает. И некоторые водители не притормаживают перед ней, а наоборот давят на газ. Тем самым достигается обратный эффект от установки этой искусственной неровности. Вспомните, 12-13 год, когда у нас федеральная дорога, яма на яме была. Чем выше скорость, тем меньше ям. Была такая поговорка, она и есть такая поговорка. Но это небезопасно. Безопасно 70, 60, вплоть до 40 км в час. В общем, шумовая полоса останется в том же виде, в каком она есть. Если выезд из города в этом месте для вас неудобен, то есть еще как минимум два выхода из ситуации. Через Бетонку и деревню Васютина. Поворот на Электрогорск на 75-м километре Горьковского шоссе по-прежнему неудобен. Здесь нет разворотной петли, и автомобилистам, чтобы развернуться, необходимо ехать аж до Кузнецов. А шумовые полосы слишком сильно трясут пассажиров в салоне автомобиля. И все же, по статистике ГИБДД, этот участок дороги стал гораздо более безопасным. А это самое главное.